Сёрфинг Александр начал кататься на больших настоящих волнах два с половиной года назад, так что практику классического серфинга пришлось осваивать быстро. Сёрфинг, если брать классический, то там нужно уметь грести, лежать на доске, читать волны, разгребаться, вставать, заскакивать, поворачивать. То здесь, по сути, тебе нужно встать, научиться отрабатывать повороты, научиться поворачивать, координацию движения отрабатывать. Волны здесь небольшие, их в принципе нет. На флоурайдере, так называется эта установка, учат балансировать и поворачивать на борде. Для начинающих даже такие упражнения сложные, люди падают, встают и снова падают. Игорь не новичок, сёрфил и на большой воде, но, говорит, и это отличная тренировка, тем более, что так больше нигде не покатаешься. Я считаю, что это отличное развлечение, особенно для Москвы, где у нас нет ни волн, ни нормальных гор, кто занимается сноубордом или сёрфингом. Соответственно, что-то классно прийти, покататься на выходных, вспомнить, что ты раньше умел делать. Для занятий сёрфингом специальной подготовки не требуется, да и возрастных ограничений здесь нет. Одно занятие с инструктором обойдётся в 1600 рублей. Бейкбординг уже популярное водоразвлечение Подмосковья. По сути, это катание на доске при помощи тяги. Ведь спорта экстремальный, но я всё же решил попробовать. У меня к вам вопрос. Вы катались на каких-нибудь досках, типа сноуборда, скейта, когда-нибудь? Нет, это будет впервые. Ну тогда пойдёмте, я вам всё покажу. Гидрокостюм по желанию, жилет обязательно, это для защиты. Это жуть, редкостная жуть. Со стороны всё кажется просто. Верёвка и доска. На самом деле удержаться на воде достаточно сложно. Баланс ловишь не сразу, несмотря на то, что помогает инструктор. Чего не делай. Нет, не поднимусь. На берегу обсуждают всё, как правильно стоять, падать, а главное подняться. Только после этого отправляют в самостоятельное плавание. У тебя есть какие-то вопросы? Пока нет. Тогда следующий мы стартуем. Запомните меня молодым и красивым. Дима, всё хорошо, всё то же самое. Делаешь? Я разворачиваю доску так быстро. На первый раз меня хватило всего на 10 минут. Стоит это время 650 рублей. Профессионалы могут держаться на воде часами. Ну что, скажу вам, что очень круто, но очень сложно. Нахлебался я воды сегодня, поэтому, друзья, если не получается, катайтесь на роликах. Но всё-таки стоит попробовать. Нырять, плавать и летать. Всё это можно сделать на флайборде. Специальная доска поднимается при помощи струи воды. Приходят разные люди. От 14 лет ребята приходят, спрашивают. До бабушек, дедушек, до 60 лет приходят, летают. С удовольствием получается у всех. Навыков особых не требуется. Достаточно просто уметь владеть своим телом и быстро поймать баланс. То есть для того, чтобы выйти из воды и почувствовать вот этот полёт. Сегодня я надел свой любимый наряд, гидрокостюм, чтобы самому лично ощутить, каково это парить над водой. Что мне для этого нужно знать? Здесь, как и везде, главная безопасность. Потому помимо гидрокостюма, опять шлем и спас-жилет. Флайборд может подняться на 12 метров. Поэтому прежде чем взлететь, нужно научиться держать равновесие на земле. Только потом вы отправляетесь в полёт. Вы в полном омундировании. Вашим инструктором сегодня будет Александр. Это опытный наш пилот, который поможет вам освоить и обуздать стихию. Поэтому к полёту готовы? Я готов, Александр. Вы готовы? Я новичок. Вторая инструкция прямо перед полётом. После теории наступает время практики. С первого раза поймать баланс не получается. Руки летят в разные стороны. Да и устоять сложно. Уверенность приходит буквально через пару минут. Новичков поднимают максимум на 4 метра. Но из такой высоты падать не очень приятно. Этот вид спорта не из дешёвых. 10 минут полёта на флайборде – 2000 рублей. Но эмоции бесценны. Ноги прям ужас как. Но ради такого удовольствия всё-таки стоят. Я не знаю, насколько я поднялся, но дух захватывал. Поэтому всем рекомендую всё-таки попробовать флайбординг. Флайбординг, серфинг и флайбординг – это лишь часть современных водных развлечений. Есть ещё кайтсёрфинг, водные лыжи, виндсёрфинг и многое другое. Причём все они доступны в Подмосковье. Нужны лишь смелость и деньги. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин